Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и канал «Взгляд с небесный». Сегодня у меня обращение не для всех, а конкретное обращение к политику Алексею Навальному. Я посетил одного старца, священника, сельского священника Русско-Православной Церкви в Костромской области. Его зовут Георгий Эдальштейн. И он попросил меня, Алексей, передать вам его письмо, которое он написал, обратился к вам, а также книгу для вашей семьи, потому что он переживает, что книгу, возможно, не передадут вам в тюрьму, в колонию, чтобы книга была у вашей семьи, у вашей жены. Я с удовольствием выполняю просьбу и старца. Я хочу зачитать это письмо. Письмо Навальному. Уважаемый Алексей Анатольевич, сегодня, 20 февраля, прослушал ваше последнее слово. Чрезвычайно благодарен вам за него. Вы не один. Я стою или сижу рядом с вами. Но на каждой службе мы молимся о страждущих и плененных. Буду непременно молиться и о вас, и о ваших родных. Вы все члены нашего прихода. Вспоминая житие протопопа Авакума, думаю, что вашей семье будет не легче, чем вам. Священник Георгий Идельштейн. Костромская область, Красносельский район, село Новый Белый Камень. И я сейчас прошу, кто меня смотрит, выйти через Фейсбук, через мою страничку, на меня, чтобы помочь передать книгу сельского священника отца Георгия о семье Алексея Навального. Я буду вам чрезвычайно благодарен. Спасибо. Храни вас Господь. Собратья, во Христе, покорнейше прошу, если сможете передать эту книгу Алексею Анатольевичу Навальному, просто потому, что она называется «Право на правду». Не плоть, а дух растылился в наши дни. Люди забыли Бога. Отсюда политические, юридические, экологические, какие угодно наши болезни. Я еще раз повторяю то, что я говорил и писал, что мы рады принять раба Божия Алексея Навального в наш приход, и на каждом богослужении мы будем молиться о его здравии, и на каждом бое illа. Продолжение следует...